встретил марию я нахожусь на самом центре махмутлара за моей спиной вы видите привет меня зовут назар давыдов человек который вам нужен особенно в турции я начинаю цикл передач о районах алании вы часто спрашиваете чем отличается один район от другого вот решил сделать цикл где расскажу об особенностях каждого района алания начнем мы с махмутлара махмутлар махмудовка по-нашему махмут это имя лар множественное число то я для себя расшифровал название этого полюбившегося уже имени района махмутлар с высоты птичьего полета отсюда мы и начнем смотреть за ним вот он какой махмутлар это самый популярный среди русскоговорящих экспатов район самый зеленый и самый доступный по ценам на недвижимость выбор недвижимости в махмутларе самый большой и разнообразные в алании от 28 тысяч евро за квартиру 1 плюс 1 шаговой доступности от моря до шикарных вилл окруженных банановыми плантациями где же здесь люди я чувствовал что нет у меня карту подсунули не туда мы вышли но ничего дойдем до провианта через недельку а там мы махнем махмутларовку здесь живет очень много экспатов и наших русскоязычных отдыхающих зимнее время около 25 тысяч и в летние около 70 тысяч людей населяют этот замечательный район который никогда был деревней но потом пошли стройки стройки вот например как это и район расстроился вот до таких вот больших размеров к слову по протяженности он один из самых больших в алании постоянно происходят стройки вы можете пойти гулять по застроенному современными зданиями району а закончить свою прогулку либо возле моря либо возле гор кстати гора называется торрес очень красивые большие и мощные также вы можете набрести на какие-нибудь развалины древнего зодчество а это развалины древнего города наула этот город был построен из известняка мрамора и гранита давайте посмотрим сделан два шага и потому что же здесь до знакомый нам махмутлар встретил марию давайте познакомимся вы откуда приехали мы приехали из рязани из россии отдыхаем здесь уже две недели в третью неделю а махмутлар действительно такой русскоязычный район много тут русских да очень много наших соотечественников в принципе наверное даже местная серия не к этому адаптировалась и мы часто слышим русский язык и не возникает проблем если мы допустим в магазине что-то приобрести таблички меню на русском языке присутствуют присутствуют и таблички и меню в принципе очень удобно и поэтому ну приезжаешь разница не чувствуешь какого контраста не возникает длительной адаптации мария скажи пожалуйста что тебе здесь понравилось в махмутларе здесь тепло как бы сама погода пляж достаточно комфортный и инфраструктура есть что тоже достаточно развитые есть и детские площадки и есть и магазины и аптеки в общем все что необходимо то есть можно приезжать налегке если что всегда можно здесь всем снабдиться так сказать отдыхайте хорошо спасибо буквально еще 20 лет назад все здесь было ну примерно вот с таким вот пейзажем были пальмовые плантации я сейчас иду по банановым рощам здесь делают здесь собирают бананы слышите как это все происходит а выглядит они сейчас вам покажу как я тоже это в махмутларе вот вот так вот они выглядят и чтобы вы понимали для того чтобы они не пропадали вот таким вот образом их накрывает я нахожусь на самом центре махмутлара за моей спиной вы видите стеллу big ben это часы ну наподобие лондонских но со своей колоритной спецификой южного побережья средиземного моря так что вот центр махмутлара big ben но это банк который находится тоже в центре недалеко от турецкого махмутлар ского big ben а ну вы знаете здесь очень много всяких услуг который представляет этот банк но помимо этого есть еще и другие банки которые выставили на этой же улочки свои банкоматы и при желании можно фактически все банкоматы за один раз воспользоваться ими если придете сюда в центр 50 метров от big ben а и вы видите за моей спиной билите по-турецки это звучит как администрация и вот билите вы видите автомобиль полиции которая следит за порядком но и чуть-чуть подальше впрочем сейчас вам все расскажу подробно ну а это поликлиника куда стройными рядами могут приходить все отдыхающие и проживающие здесь граждане для медицинского обслуживания махмутларе очень многое зелени детских площадок спортивных площадок так что ваши дети могут себя чувствовать вольготно очень много вывесок на русском языке есть в лари и своя поликлиника есть русскоговорящий доктор ну и естественно магазинами есть огромное количество русскоязычных магазинов назовем от так потому что вывески и всевозможные ценники тоже на русском языке вот как например здесь пельмени пожалуйста к вашему сколько есть и овощи и фрукты и все это по очень хорошим ценам но особенно вы знаете если не видели посмотрите мои обзоры в них я рассказываю что сколько стоит на пока рад вам представить русскоязычный магазин в котором есть много товаров которые вы так любите есть большое количество всевозможных знакомым нам знакомые нам продукты черный бородинский хлеб 10 лет есть сухарики которые вы можете употреблять под полюбившиеся вам какой-нибудь пиво да ну тут тоже есть есть у нас тут еще и внимание пельмени которые здесь делаются понимать таких пельменей есть еще и вареники вот стоит они 19 гир тоже видите большом количестве вареники пожалуйста 2150 кроме этого есть еще и пряники причем двух видов есть гречка если кто не знает есть еще соленья 24 лиры так что здесь можно приобрести то что вы любите это что вы едите у себя на родине в махмут лари в двух местах проходит рынок вот то место на котором я сейчас стою заполняется обычно палатками тут даже видны разметки и каждую субботу здесь огромное количество фруктов овощей и даже вещей вы видите справа от меня слева от вас чих она где сидят мужчина играет в излюбленную турецкую игру окей а сзади меня там подальше строящийся большой торговый центр ну а за ним уже только горы круче гор что только горы правильно есть махмут лари мечеть и не а 410 метров над уровнем моря за моей спиной церковь которая была открытая в 2017 году и называется она иконная божией матери писидийской православный храм и вот сюда все православные граждане могут приходить и наслаждаться общением с богом и красивыми видами такие вот тут мандарины красивая обстановка располагает к общению с богом посмотрите как здесь все прям дышит природой и красотой пляже наверное это самое важное что здесь есть это море за береговой линии сразу хочу сказать что берег здесь достаточно широкий просторный очень комфортный вид на аланийскую крепость за моей спиной но есть свои нюансы вот обратите внимание вот эти вот такие вот плиты естественное происхождение они могут быть весьма опасными поэтому обязательно одевайте резиновые тапочки но через каждые ну примерно скажем так в среднем 50 метров ездят такие вырубленные проходы открытое море так что можно комфортно туда заходить вот такой вот он пляж махмутлара для многих иностранцев махмутлар это шанс исполнить свою мечту жить в море минимальные инвестиции и вы находитесь уже здесь буквально за считанные минуты хорошо не минуты дни за несколько дней можно мера оформить на покупку своей недвижимости и здесь вы будете посреди гор и моря находиться очень комфортно и приятно кстати сейчас еще спрашивайте про цены на недвижимость расскажу что я именно этим и занимаюсь сейчас я нахожусь на крыше дома достаточно такого большого стер меня клиентка ирина и швеция приобрела здесь квартиру один плюс один где есть и хамам и сауна и бассейн и детский бассейн и горки и детская площадка тренажерный зал во многих сети в домах есть рецепшен где вы сможете свои платежки из электричества не заходу пусть того как вы приняли хамам или потренировались можете с друзьями присесть в общественный кинозал есть проекта специальные экраны и сможете посидеть посмотреть на бассейн но это зона барбекю где можно делать мангал как говорят в турции во многих сети так сказать на всякий пожарный случай в случае перебоя с электроэнергией есть генераторы вот в этом есть часа в подобных комплексах есть стоянка для автомобилей куда вы можете спокойно заехать и поставить автомобиль и не переживать хотя 24 часа сутки есть тут охрана смотрят через камеры на все происходящее на территории и будьте уверены здесь муха не пролетит а еще интересный момент вот подобные электрические матриники вас комфортно довезут до моря ну а это центральная улица которая уже давным-давно известно всем как главная улица пульса от отюрка где увидите стройку здесь устроиться очень красивый комплекс так что если вас заинтересовало обращайтесь меня кстати из каталога недвижимости можете там смотреть много предложений по стройщимся объектам очень рекомендую носим все дин-дин-дин-дин масляной до геля-геля ну наконец просто чала друзья пока прямо иду сквозь чаще веду сквозь банановые заросли только гум банановые деревья пальмы и я вот прямо как в чаще казалось бы бананчики все зам покажу как они тут растут вот в этих пакетах они чтобы не замерзли от перепадов может и ночью уже прохладно вот эти самые бананчики вот так вот я выхожу казалось бы это все большие плантации но я в махмутларе да это тоже махмутлар но где вот в каком районе у вас во дворе будет находиться историческое место а вот здесь есть вот посмотрите чуть разворачиваюсь и вот у вас здесь жилые комплексы район пышет здоровьем прогуливаясь по кварталам махмутлара вы можете зайти сюда и прикоснуться к истории древний город лаэртас который был построен древними из известняка гранита и мрамора и кстати этот город имел и свой собственный порт короче история здесь кругом и прямо-таки у вас во дворе посмотрите можете выйти во двор и прямо в музей под открытым небом вот так вот махмутлар